Вот это гостиница, когда можно было бы это помещение использовать для наших пограничников? Конечно, конечно. На контрольном пункте Чангар на границе с Крымом бывший руководитель запрещенной в России экстремистской организации Меджилиса Мустафа Джемилев возле штаба Аскеровцев предлагает по спреду президента Украины в Крыму Антону Кореневичу конфисковать гостиницу, которая принадлежит Сейтумеру Немитулаеву. Якобы она нужна украинским пограничникам. Немитулаеву разбирает Николаевский зерноток. Уже снято 8 плит, сейчас разобралась крыша, вызвали 102, выясняем обстоятельства. Рейдерские захваты продолжаются и на сельхозпредприятии, принадлежащей жене Сейтумера Немитулаева на ДИЕ. По данным Алексея Журавка, банда из Слямова вывезла сельхозтехнику в неизвестном направлении. А это КАМАЗы, трактора, селки и другая техника. Были украдены станки и инструменты. Даже умудрились повырывать с корнями токарные станки. Негодяи Джамилев и Чубаров организовали травлю, захват предприятий, кражу имущества, рейдерские захваты зерновых и покос не ими посаженного урожая. Бандиты вырезали свыше 500 баранов, не пожалев даже овцематок с ягнятами. Не буду описывать те преступления, которые эти негодяи натворили в этом регионе. Ранее я об этих ужасах писал и продолжаю писать. Могу только одно сказать, как этих негодяев земля держит. Весной этого года из автомата расстреляли и автомобили частной охраны агропредприятия «Чангар», которая также принадлежит надеяниями Тулаевой. Вооруженные люди без каких-либо объяснений расстреляли три автомобиля охранного агентства «Азов», которое нанял мой клиент для охраны его недвижимого имущества предприятия «Чангар». По словам адвоката, представители Айдар и Аскер избили трех сотрудников охранного агентства. Полиция на этот инцидент не отреагировала. К сожалению, в Геническом районе правоохранительные органы – это Геническ, прокурор района, СБУ района, начальник милиции района – полностью были подвластны Меджлису, практически АТРу. Потому что Херсонский область, как приграничный районный область, временное правительство Крыма, военный прокурор Крыма, Гданов, полностью команда была Порошенко, поддерживают их, все, что они скажут, делают. Вот это все происходило. Сложнее всего оказалась в надеянии Метулаевой. Она до сих пор управляет фермерским предприятием и обеспечивает местных жителей рабочими местами. Уже несколько лет продолжает поступать угроза в ее адрес. Одним из недоброжелателей оказался инициатор акции «Гражданская блокада Крыма» Ленур Ислямов. Ленур Ислямов появился в хозяйстве Чингара, которым я с 95-го года был избран председателем этого хозяйства. Встретился с моей супругой и ей говорит, на диапте 50% отдайте мне, я буду крышей. Ну, на диапте, видимо, так и объяснилось, что тут его никакой собственности нету, никакое отношение к хозяйству не имеет. И ему отказало. С этой минуты пошли уже все гонения. Сейчас надеяниями Тулаева в судебном порядке пытается вернуть свое имущество после президентских выборов на Украине закон на ее стороне. И уже начались аресты представителей незаконных бандформирований. Приезжает группа, арестовывает этих, которые убирают. Они успели 250 гектаров убрать, около 2000 тонн пшеницы уже вывезли. Люди почувствовали потепление, я почувствовал при Порошенко, мы бы этого никогда не добились. Наблюдатели полагают, что сохранять свой бизнес в семье Неметулаевых помогает поддержка 12 тысяч крымских татар, проживающих в Геническом районе. Кроме того, Сейтумер много лет руководил районной администрацией, оставила себе добрую память. Сейтумер много лет руководил районной администрацией, оставила себе добрую память.